В преддверии главного праздника нашей Родины – Дня Победы. В Северском районе поздравили ветеранов, подаривших потомкам мирное небо. Первым слова благодарности принял Александр Васильевич Литвинов из станицы Крепостной. В годы войны он служил в авиации дальнего действия и шофером на бензовозе. За подвиг ветерана поблагодарил глава Северского района Андрей Дорошевский. «Равняемся на вас. Вы история. И вы передаете ее подрастающему поколению в будущем. Они имеют огромную честь общаться с вами. Вы живой свидетель тех страшных событий, которые, не дай бог, чтобы не повторились никогда больше». Поздравили с наступающим Днем Победы и депутаты Законодательного собрания Края Андрей Куемжиев и Сергей Орленко. «Просто низкий поклон, если бы не вы, не ваши соратники, которые стояли наше право жить в свободной стране и рожать детей, продолжать нашу историю. Просто вам низкий поклон за все. Будьте здоровы, живите долго и счастливо. Спасибо еще раз». «Вы сделали то, чему мы будем еще гордиться долгое время. Подарили нам светлое мирное небо. От души низкий вам поклон, здоровья и благополучия». Александру Литвинову вручили памятные подарки и цветы. В честь ветерана солисты Смоленского дома культуры исполнили фронтовые песни. В поселке Афибском поздравили двух ветеранов Великой Отечественной войны. Аскольд Васильевич Курош воевал на Третьем Белорусском фронте, участвовал в боях под Кёнигсбергом. За торжеством он наблюдал с балкона своей квартиры. Несмотря на дождь, праздник удался на славу. Военнослужащие 90-й зенитно-ракетной бригады прошли торжественным маршем перед домом ветерана. Поздравление принял и Владимир Айказович Веробян. Ветеран с радостью принял гостей. Его боевой путь отражен в блестящих на груди медалях. В этот день прозвучало много пожеланий благополучия и здоровья. Но самое главное – благодарности за возможность жить.